В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Олег Соловьев. Здравствуйте! Главные темы сегодня. Награждение победителей и участников школьных конкурсов 2020 года. Самое главное через участие в этих конкурсах вы продвигаетесь в своем развитии. Первенство САЭС по лыжным гонкам. Позади тяжелейшая гонка на 30 километров. Не всем повезло так, как мне и впереди идущим. Некоторые еще пыхтят на трассе, терпят. Я им не завидую. Самые активные, творческие и инициативные молодые люди Десногорска собрались в местной администрации 26 февраля. Повод более чем значимый – подведение итогов их участия и победы в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней прошлого года. Из-за особой эпидемиологической обстановки церемонию удалось провести только сейчас. Все вы, участвуя в конкурсах, стремитесь не только показать свои таланты, раскрыть свои способности, но и самое главное через участие в этих конкурсах вы продвигаетесь в своем развитии. Опять же, из-за санитарных мер участников в прошлом году заявилось немного. Но их было достаточно для того, чтобы показать достойные результаты в конкурсе «Открытие», «Слава Созидателям», а также в проектах «Школы Росатома». Участие в конкурсах проекта «Школы Росатома» дает много возможностей побывать в самых разнообразных местах и получить очень много новых знаний. Дипломами и благодарственными писанами были награждены около 30 молодых людей. Это как школьники общеобразовательных учреждений, так и учащиеся дома детского творчества. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. Распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены три человека. Также с 1 марта по 3 марта 2021 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Погода в Десногорске продолжает преподносить сюрпризы. Недавний снегопад сменился резким потеплением с таянием накопившихся сугробов. В таких специфичных условиях прошли соревнования с АЭС по лыжным гонкам. Мероприятие состоялось традиционно на трассе Евгенина 27 февраля. «Погода нас то завалит, то растает, никак мы не попадем в хорошие, но надеюсь, вы все равно получите массу положительных эмоций». Тем не менее, условия для гонки оказались приемлемые. Трасса была предварительно подготовлена, как и место для отдыха спортсменов. Впереди у них было немалое расстояние – 15 километров у женщин, 20 у ветеранов и самое большое расстояние в 30 километров у мужчин. Одним из первых эту дистанцию преодолел Виталий Федоров. Он замкнул тройку лидеров. Позади тяжелейшая гонка на 30 километров. Не всем повезло так, как мне и впереди идущим. Некоторые еще пыхтят на трассе, терпят. Я им не завидую. Всего же в соревнованиях приняли участие 17 человек. Самой многочисленной группой оказались мужчины. Хотя участников должно было быть и больше. Не все спортсмены вышли на старт из-за спорных погодных условий. «Все понравилось, все отлично. Погода немножко тяжелата. Но в целом все были в разных условиях. Организаторам хочу сказать большое спасибо. Они сделали все максимально возможное и трассу подготовили на сегодняшний день на пять». Следующее спортивное мероприятие состоится уже скоро. 13 марта здесь же в Венео пройдут соревнования под названием «Часовой бег». В конце выпуска о погоде. 2 марта в Десногорске облачно. Возможен дождь. Днем и ночью температура составит около плюс одного. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова